Всем привет! С вами Алексей Шредер и это Клуб Комета, как обычно. Сегодня очередная порция божественных упражнений. Целых два. На плечи. Дельты, как вы знаете, состоят из переднего, среднего и заднего пучка. Передний пучок, я уже всегда говорил, что тренировать не обязательно, потому что в жимах лежа штанги, гантели, и передний пучок всегда получает достаточную нагрузку, ничего на него отдельно делать не нужно, он и так всегда опережает. Поэтому по одному упражнению божественному. На центральный пучок и задний. Хочу вот с чего начать. Если вы видите какого-то атлета, у которого там дутые большие дельты, и он говорит что-то про упражнение, то размер его дельт вовсе не коррелируется с упражнениями, которые делает этот атлет. Потому что с вероятностью 90, сколько-то там процентов, этот атлет просто умеет хорошо ставить в попу вещества определенные. Вот и все. Здесь связь абсолютно другая. Нужно каким-то образом уметь, ну, понимать, видеть амплитуду, сколько дельтовидная мышца сокращается, сколько она растягивается, какая нагрузка в процентном соотношении ложится на эту мышечную группу в определенном упражнении и так далее. Здесь нужна интуиция, нужен опыт, может какие-то исследования. Но мое личное мнение мне говорит о том, что вот божественные лучшие два упражнения на центральную заднюю дельту, это именно те, которые я вам покажу. Это не жимы. Почему не жимы? Жимы – хорошее упражнение. Я считаю, что в жизни жимы – это очень хорошее упражнение, потому что поднять что-то над головой, кого-то или что-то – это очень по-мужски, это красиво, это полезно, это полезно. Может всегда пригодиться. Но с точки зрения тренировки дельт, упражнение не лучшее, потому что, во-первых, амплитуда сокращения именно дельтовидных мышц такая себе, средняя. Во-вторых, очень много воруют нагрузки в процентном соотношении. Трицепс, трапеция, в основном трицепс. И передняя дельта, та самая, которая нам в принципе не нужна. В основном работает передняя дельта. Но упражнение вообще хорошее, я нисколько не против. Для центральной дельты, друзья, самое лучшее упражнение, на мой взгляд, это подъемы локтей со штангой. Подъемы локтей. Не тяга к груди, не тяга к подбородку, а именно подъемы локтей со штангой. Подъемы локтей, запомните. Это очень важно. Я даже недавно видел ролик о том, что якобы это упражнение вредное, злоя какой-то. Но это абсолютно неправда. Дело в том, что есть вариация данного упражнения с узким хватом, которое действительно может быть вредно для хрящей ваших плечевых суставов. Когда человек слишком узко берет гриф и вот в таком положении тягает. Это упражнение действительно может быть вредным, потому что когда локти сведены близко друг к другу, идет подъем, то хрящи действительно могут тереться друг от друга. Достаточно всего лишь развести руки шире, локти шире, и все, и проблема решается. Берем хват, достаточно широкий. Такой не нужно брать, хотя в таком положении тоже дельты нормально работают. Но лучше взять какой-то средний. Для меня это вот такой. По полторы кисти шире плеч с каждой стороны. И поднимаем локти. В таком положении хрящи никогда у вас не будут тереться друг от друга. Никакого вреда плечевым суставам нет. Это с одной стороны. С другой стороны центральная дельта работает идеально и мощно. Я сейчас не на пампе, кстати. Подъем локтей. Многие делают основную ошибку. Они тянут гриф предплечьями и как-то вот так поднимают. Мне даже сложно это изобразить. Что-то типа вот того. Предплечья начинают заворачивать. Вот сюда предплечьями начинают бицепсы поджимать. Начинают трапецию. И что-то вот такое изображают. Всякие вариации. Конечно же, это неправильное исполнение. Человек не может выполнять, как правильно делать. На самом деле, данное упражнение технически довольно сложное. Как бы мне оно кажется простым, но просто. Но я понимаю, что это мне просто, потому что оно у меня наработано. Иногда люди приходят, их очень легко научить этому упражнению. Иногда очень сложно. Напоминаю, основное. Трапецию не нужно вот так напрягать. Не нужно ей пытаться работать. Не нужно тянуть предплечьями. Не нужно сгибать руки и делать лицепсом. Достаточно расслабить кисти как можно больше. Можно даже в лямках делать. И просто поднимать локти. Думайте о локтях. Смотрите, я поднимаю локти. Локти чуть выше дельтовидных мышц. Все. Маленькая пауза вверху. Оп. Опускаем. Опускать можно не вытягивая руки. Даже ноги. Вот. Оп. Поднимаем локти. И тогда получается идеально. С минимумом работы трапеция, с минимумом предплечья, минимум бицепса. Только поднимать локти. Если вы научитесь поднимать локти, для вас это упражнение станет божественным. Чем это упражнение лучше, чем разводки гантелей? Разводка гантелей. Очень сложно работать на 8 повторений. На 15-20 с легким весом. Легко работать. Технически. Как только вы пытаетесь выполнять 8 повторений, сразу как-то излишне начинают напрягаться связки локтевого сустава, плечевого. У вас не получается полная амплитуда. У вас появляются какие-то рывки, какие-то изгибы. Для качков, которые пампятся, это упражнение хорошее. Для натуральных атлетов, которые хотят вызвать достаточный гормональный отклик и мощно прокачать плечи, для них это упражнение не подходит. В среднем числе повторений тяжело выполнять махи. Махи, разводки. А со штангой подъема локти добиться симметрии, добиться понимания движения и добиться выкладки, что ли. Вот этой вот силы намного легче. В техническом плане. В техническом плане там даже 8 раз, там тянешь так, оп, и вставил 8 раз. А с гантелями этого добиться сложно. Поэтому упражнение, друзья, это с широким хватом, с правильной техникой исполнения, я считаю божественным для средней части дельты. Для задней части дельты идеальное движение очень похоже, только в наклоне. Если в наклоне просто стоять, то вы достаточно много напрягаете поясницу. И упражнение как бы уже божественным не может быть, потому что поясница лишнего напрягается. Чтобы этого избежать, вы выполняете божественное упражнение на скамье. Вот так ноги поставили лягушонком, оперлись, взяли гантели, прилегли, опустили гантели и поднимаете локти через стороны. Не разводка, а именно тяга. Не назад вот так, да, как на спину, а именно локти в стороны. Вот, развиви локти, не поджимая к себе, не надо руки поджимать. Локти шире. Опять же, запомните, это подъем локтей. И поднимаете как можно выше локти. Вот. Оп. 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 Несколько развернув кисть вот так, мизинцем наружу. Не вот так, да, а вот так. Вот. Мизинцы наружу. Поднимаете локти как можно выше, не подгибая руки, не стараясь трапеции работать. Я вам это упражнение показывал. Для задней дельты подъем локтей лежа на наклонной скамье. Такое же божественное, как для центральной дельты подъема локтей с грифом. Стоя. Кстати, подъемы локтей с грифом можно заменить на подъемы гантелей, тяги. Именно не разводки, а можно брать гантели, тянуть. И, друзья, после того, как я вам показал, на мой взгляд, лучшее упражнение, божественное, на центральную заднюю дельту, я вам хочу еще показать одно упражнение, которое редко кто делает, на центральную дельту, которое тоже является неплохим качем дельты, базовым причем. И я его в основном использую для разминки плеч. Для разминки плеч вот так. Хотя, как кач, это упражнение тоже очень крутое. Для центральной дельты, а не передней, как многие думают. Средний широкий хват, небольшой наклончик вперед, руки чуть-чуть согнуты, и вы поднимаете гриф вот таким образом. Смотрите перед собой в пол, поднимаете гриф, оп, медленно опускаете, оп, поднимаете над головой. Такое разминочное упражнение с легкими грифами очень, кстати, хорошее. Особенно там перед какими-то жимами гантелями, перед жимами штанг и так далее. Либо перед вот этим упражнением с подъемом локсей. Все, друзья, с вами был Алексей Шредер. Это были мои божественные упражнения на плечи. Тренируйтесь, и будет вам счастье. И не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы затрудняетесь составить свою собственную базовую программу из базовых упражнений, то можете обращаться, писать вконтакте мне, либо в инстаграм. Все, всем пока!